Это вторая часть лекции о том, как поступить с государством. В предыдущей части мы говорили об источниках, работах, которые позволяют мне прийти к выводам, о которых я здесь говорю. Итак, Ротборд говорит нам о том, что государство нелегитимно, и люди не нуждаются в нем. Военно-налоговая теория говорит нам точно, все так и было. Государства возникли как системы получения Дани, то есть военным путем. Проксиология говорит нам, что вокруг Дани будет образовываться группа людей, которые будут стремиться к ее расширению, поскольку Дани является их доходом. Хаек говорит, что хуже того, вокруг Дани образуются спонтанные порядки, рынки, которые не управляются из одного центра и для которых верно правило невидимой руки. И школа общественного выбора говорит нам, да, мы уже начали анализировать деятельность бюрократии с точки зрения спроса и предложения. Теперь я думаю, вы лучше понимаете, почему вопрос, который мы рассматриваем в этой части, а это как бы четвертый вопрос нашей темы из двух лекций, звучит именно таким образом, как остановить паразита. План А считает государство набором организации, это статическая система. Ее можно разрушить, уничтожить или демонтировать. План Б говорит о том, что государство это рынки, то есть это процесс. Процесс нельзя уничтожить или демонтировать, процесс можно остановить. Вспомним, что государство это фикция. В реальности существуют только отношения между людьми. Часть этих отношений является узаконенной агрессией. Это красные стрелки. Поэтому если вдруг к власти придут некие радикалы и отменят или демонтируют государство, то есть распустят все эти органы, то через некоторое время все опять восстановится. Проблема реформирования государства, а демонтаж государства это просто предельный случай реформирования, это все та же самая старая, добрая, хорошо известная проблема неэффективности государственного регулирования. Простой пример. Вот знакомая всем картина. Через некоторое время здесь появится наряд милиции. Бабушки уйдут или останутся. Это уже как получится. Вопрос тут такой. Можно ли методом милиции изжить бабушек? Сразу скажу, что в жизни я за бабушек и против милиции. Я просто привожу эту знакомую всем историю как пример неэффективности госрегулирования. Для нашей темы бабушки это государство, а милиция это реформаторы. Получится у них что-то? Когда вернутся бабушки, если их прогонят? Правильно, это лишь вопрос времени. Минорхизм это политический способ сокращения государства. Но вряд ли у них что-то получится, поскольку здесь все та же проблема неэффективности госрегулирования в отношении рынков. Бабушки вернутся. С рынками нужно по-рыночному. В этом и есть главное отличие плана Б от плана А. Итак, если государство это рынки, то мы можем говорить о спросе и предложении. Спросе на что и предложении чего? Вот этого. Узаконенное агрессии. Здесь нужно сделать важное уточнение. Говоря о спросе и предложении, мы говорим о спросе и предложении на те функции, которые государство искусственно создает. Оно либо захватывает существующие функции, такие как правовая система, деньги, социальное страхование, либо вмешивается со своим регулированием в уже действующие. Агрессия здесь используется как средство. Чтобы платить пенсии, нужно принуждать к налогам. Спрос существует на пенсии, но любой спрос на государственные функции удовлетворяется через узаконенную агрессию. Итак, остановить процесс мы можем, сокращая спрос и предложение. Начнем со спроса. Итак, вот наша цель – остановить паразита. На этом поле будем отмечать средства для достижения цели. Сейчас мы говорим о сокращении спроса. Очевидное средство сокращения спроса – это бойкот. Не иметь дело с государством, уходить в тень, игнорировать его по возможности. Все это, безусловно, сокращает спрос. Кстати, волонтерство, благотворительность и тому подобное – это тоже своего рода теневая и неучтенная деятельность. По этой причине, например, наше государство борется с волонтерами и добровольцами. Второй способ – это открытие рынков, монополизированных государством. Классический пример здесь – это биткоин и другие криптовалюты. Государство имеет денежную монополию. Биткоин игнорирует ее, создавая альтернативу. Люди, использующие биткоин, сокращают спрос на фиатные валюты и на государство в целом. Частный арбитраж, частная медиация – любые альтернативные государству инструменты на рынках социального взаимодействия снижают спрос на государство. Многие возлагают большие надежды на технологические решения. Эти решения позволяют создавать децентрализованное право, например. Без инструментов, которыми можно пользоваться без государства, оно будет восстанавливаться. То есть, что случится после прихода к власти гипотетического анкапа, если не будет инструментов, о которых мы сейчас говорим. Сейчас ситуация выглядит вот так. Люди предъявляют спрос на государство, представляя его себе как решателя своих проблем за счет других. Поскольку общество с государством представляет собой войну всех против всех, то итоговая картина выглядит так. Вы грабите через государство и вас грабят. Если вы просто уберете некоторую часть красных фигурок, или даже все эти фигурки, то в отсутствии инструментов горизонтального взаимодействия люди восстановят картину до предыдущей, так как они просто не знают, как можно по-другому. Опять будет вот так. То есть, если я, например, использую биткоины, то когда коллапсирует национальная валюта, я не предъявляю спрос на ее новую инкарнацию. Если я использую альтернативное социальное страхование, то когда коллапсирует государственная пенсионная система, я не предъявляю на нее спрос и не предъявляю спрос на налоги. Для меня картина выглядит вот так. Идем дальше. Ну а можно ли как-то сократить спрос на государство через само государство? Теоретически можно, но мы всегда должны помнить, что это вопрос времени и что бабушки обязательно вернутся. Таким решением является подушный налог. Люди просто не понимают, сколько они в реальности отдают государству. Если все будут платить одинаковую сумму в виде подушного налога, никаких других платежей больше не будет, это сильно повлияет на спрос. О подушном налоге поговорим в разделе о сокращении предложения. Теперь у нас на картинке появляется новая часть инструменты. Почему? Потому что через государство нужно действовать умело. И в эту графу я помещаю коалиции. Партии являются частью политической машины. Они, как нам говорят, мостиками между обществом и правительством. Партия это организация. Главный ее интерес сохранение организации. Тут работают все те, же законы бюрократии. Партия существует для победы на выборах, а не для реализации каких-то идей. В книжке довольно подробно разобрана партийная механика, я не буду останавливаться на ней здесь. Вместо механизма партии я предлагаю механизм коалиции, то есть ситуативных объединений людей для решения какого-то одного вопроса. То есть люди собираются, решают или не решают какую-то задачу и затем расходятся. Да, для этого вам нужны депутаты, но вам не нужно создавать партии, вступать в них, самим становиться депутатами и так далее. Это очень важно. Если вы хотите взаимодействовать с объектом, вы не должны быть его частью. Вы должны находиться вне объекта. Депутат должен только нажать кнопку один раз. Это единственное, что здесь от него требуется. Кстати, благодаря блокчейну можно фиксировать это все значительно проще. Можно, кстати, заключать с ними пари на то, что он не проголосует так, как нужно. Тут много о чем можно поговорить. Сейчас мы просто фиксируем эту позицию. Система коалиции будет работать особенно хорошо, если полномочия парламента будут сокращены до двух лет. Теперь поговорим о следующем инструменте, который появился на нашем рисунке. Это просвещение. Это очень важный момент. Действительно, если человек понимает, что происходит, он будет действовать осознанно, будет делать меньше ошибок, будет последовательным и так далее. Здесь нужно сказать, что общество находится в действительном состоянии варварства в том, что касается общественных наук, особенно экономики. Это неудивительно, поскольку государственная система образования создана как раз для воспитания такого специфического государственного человека. Мы довольно подробно поговорим о специфике просвещения. Для начала же я скажу о двух идеях, которые помогут нам сделать очень важную вещь. Как-то повлиять на политический дискурс. Нынешний дискурс существует вокруг плана А. Все в нем кажется очевидным и не поддается сомнению. Пожатнуть эту очевидность могут вопросы, которые взламывают эту систему, обнажая тот факт, что не все так очевидно, как кажется. Первое такое предложение – это выкуп пенсионеров. Если вы посмотрите на украинский бюджет, то увидите, что основная часть расходов – это пенсии. А давайте мы заберем пенсионеров домой и сами будем им платить. Понятно, что в обмен на некий налог. Впрочем, или просто так. На самом деле семья в состоянии прокормить одного-двух пенсионеров – это не проблема. Давайте устроим соревнования. Кто больше прокормит, будем показывать это по телевизору. Теперь смотрите. Это все тянет за собой последствия. Если я кормлю пенсионеров, их нужно для начала зарегистрировать. Технически это простая задача, но пенсионный фонд по понятным причинам не будет этого делать. Базы данных, как мы знаем, у него нет. Поэтому нам нужно ликвидировать этот фонд. Расходы на пенсии сделать просто статьей бюджета. Регистратор пенсионеров должен быть негосударственным, поскольку государство – заинтересованная сторона. Понятно также, что желательно, чтобы и налог был таким, чтобы можно было его легко ликвидировать. То есть, если я содержу пенсионера, то я должен понимать, что именно я не плачу. Так одна идея тянет за собой массу других, которые в целом вскрывают суть государственной системы. Другая идея такого рода – это ушельцы. Начну издалека. Считается, что в свободном обществе не будет налогов. Это мнение ошибочно. На самом деле, на здоровье. Те, кто верит в налоги, создавайте клубы любителей налогов. Берите друг с друга налоги, сажайте друг друга в тюрьмы за неуплату. Нет проблем. Представление о том, что что-то обязательно будет, а чего-то не будет – это все следствие идеи неких готовых социальных моделей. Идеи того, что есть одна готовая модель, а есть другая готовая модель. Их можно как-то сравнивать или перейти от одной модели к другой. На самом же деле, все отличие состоит в степени распространения узаконенной агрессии. То есть, есть незаконная агрессия, там, где крестик на этом слайде, а есть законная, там, где крестика нет. Нет. Общества отличаются друг от друга распространенностью практик узаконенной агрессии. Может быть, вот так или вот так. Свободное общество выглядит вот так. Здесь любая агрессия незаконна. Поменяется ли как-то картина свободного общества, если в ней будут клубы любителей налогов? Нет, так как налог не выходит за пределы клуба. А для самого клуба любителей налогов налог будет добровольной сделкой. И, кстати, чем отличаются государственные налоги? А тем, что вместо добровольного принципа членства применяется территориальный принцип. Понятно, что налогом обкладываются не территории, а люди. Территориальный принцип просто делает вас всех членами клуба любителей налогов по факту рождения и без всякого вашего желания. Так вот, давайте посмотрим на это с другой стороны. Идея ушельцев состоит в том, что я ничего не плачу государству. Я ухожу от него. На моей собственности больше не действуют его законы. Но взамен я не получаю от него ничего, что оно якобы дает. Ко мне не ездит скорая, меня не охраняет милиция. Если я попадаю на территорию правительства, то я плачу ему за пользование, например, его дорогами. Думаю, понятно, что такая идея тянет за собой целый вагон и маленькую тележку вопросов о сущности государства. Теперь несколько замечаний по поводу просвещения. Поскольку, повторю, наши представления о государстве и обществе, созданные государственным образованием, совершенно дикие и варварские. Я укажу на некоторые моменты, которые нужно подчеркивать и на которые нужно обращать внимание. Некоторые из них выглядят, возможно, парадоксально, но это не совсем парадоксы. Когда вы спорите с кем-то о регулировании, законодательстве и тому подобном, вам поможет вот этот принцип. Идем дальше. Типичным трюком государственников являются прятки за несуществующими в природе сущностями, такими как нации, государства и тому подобное. Практически всегда, когда говорится об интересах Украины, подразумевается либо сам говорящий, либо группа, к которой он себя относит, либо правительство, от которого он хочет что-то поиметь. В анализе и в дискуссиях поможет принцип «думай об украинцах». Он сразу расставляется на места. Например, национальная валюта и ее регулирование, безусловно, полезны Украине, то есть государству и его выгодополучателям. Но оно наносит прямой ущерб украинцам. Все это относится к любой стране, разумеется. Научившись думать об украинцах, а не о мифической Украине, вы легче поймете другие важные вещи. Например, то, что коррупция полезна украинцам. Вообще говоря, с коррупцией провернули старый добрый трюк. Одним словом начали называть два противоположных явления. Одно – это вымогательство чиновников, а другое, прямо противоположное ему – это откуп от этого вымогательства, плата за возможности жить и действовать. Так вот, коррупция во втором смысле жизненно необходима. Представьте себе, что все наши законы исполняются, и что от них невозможно откупиться. Завтра здесь будет пустыня. Поэтому в анализе и в дискуссиях, рассуждая о каком-то решении, думайте о его подверженности коррупции. Решение, которое направлено на принудительное регулирование мирной деятельности украинцев, и от которого можно откупиться, на порядок лучше того, от которого откупиться нельзя. Совершенно очевидно, что и теневая экономика тоже полезна украинцам. Обычно теневую экономику представляют как нечто отдельно стоящее от основной экономики. На самом деле это та часть деятельности, которая проводится вне государственного регулирования. То есть одно и то же предприятие может частично работать в тени, а частично, так сказать, при свете государства. Оно находится в тени, потому что не может работать с таким регулированием. Поэтому борьба с теневой экономикой – это просто борьба с экономикой. Скажем, если у вас 60% экономики в тени, то вывести ее из тени, не убрав регулирование, можно только убив 60% своей экономики. А это просто частный случай теневой экономики – контрабанда. Контрабанда делает товары дешевле, поэтому она полезна украинцам. Таможенные тарифы – это прямое препятствие торговли. Поэтому, если ваше таможне будет невозможно обойти, украинцы будут нести ущерб в виде сокращения ассортимента и роста цен. И, наконец, фундаментальный принцип, который позволяет избавиться от массы заблуждений – бюджет не имеет значения. Не имеет значения наполнение бюджета и вся связанная с этим кипучая деятельность. Бюджет – это безвозвратно потерянные деньги. Даже если его просто раздать всем обратно, все равно будет нанесен ущерб экономике. Правда, это отдельный разговор, требующий экономических знаний. Мы пока не об этом. Мы о том, что это просто, грубо говоря, общак, и не имеет значения, куда он тратится. Разворовывается, идет на пиво и боулинг, или строятся стадионы. Его наполнение в любом случае приносит вред, поскольку эти средства изымаются из продуктивной экономики. Вообще говоря, бюджет – это ключевой параметр для процессов в нашей теме. Как мы помним, с самого начала все затевалось именно ради бюджета. Бюджет или казна – это деньги, отобранные с помощью узаконенной агрессии. Это то, ради чего существует государство. Поэтому сокращение бюджета есть фактически основной показатель сокращения государства. Это простой критерий для того, чтобы выяснить, являются те или иные меры подходящими или нет. Если бюджет растет, то они не годятся. Если сокращается, то подходят. И еще один принцип. Если государственные расходы сокращаются, должны сокращаться и налоги. Иначе смысла никакого в этом нет. Вы сократили расходы, гордо отчитались, но мы платим столько же. Итак, мы рассмотрели сокращение спроса. Теперь перейдем к сокращению предложения. Снова рисуем нашу картинку. Здесь у нас цель в виде остановки паразита. Как формируются предложения? Простой путь – это обычное государственное решение. Будет так и сяк, а вы там как хотите. Но он не всегда срабатывает. Иногда публика не соглашается с таким решением и приходится его отменять. Пример – Национальная комиссия по морали. Публика посчитала, что смотреть порноху за ее счет как-то уж совсем не очень. Ну, конечно, контроль морали – очень перспективный рынок, и я думаю, что государство еще туда вернется. А второй способ – это формирование предложения снизу. Как это работает? Мы говорили, что государство всегда создает войну всех против всех. Эта война не только порождает спрос, но и является одним из главных источников нового предложения. Внешнюю сторону этого процесса мы можем увидеть на вот этих сервисах, которые просят государство запретить что-нибудь или что-нибудь зарегулировать. Понятно, что эти сервисы служат скорее, так сказать, для отмазки, но процесс в целом протекает именно так. Какая-то группа, заинтересованная в регулировании, бежит к государству. И если решение принимается, то государство расширяется. Это сугубо рыночный способ, он работает, так сказать, сам собой, и в него уже встроено согласие активной группы, которая в другом случае могла бы оказывать сопротивление государственным решениям. А так она сама приходит за регулированием. Например, если бы государство просто, как говорится, от балды решило бы порегулировать биткоин, группа биткоин-активистов была бы против, согласия бы не было бы, и решение могло бы провалиться. А так активисты сами пришли в Национальный банк и попросили их порегулировать. К счастью, в Национальный банк работают идиоты, так что пока из-за этой затеи ничего не вышло. В общем, пока предложение формируется в виде разных инициатив, оно на этой стадии уязвимо. Уязвимо для экспертизы, для троллинга и так далее. Поэтому на этом этапе есть возможность защищаться от расширения и предлагать свои альтернативы. Какие? Для примера возьмем случай легализации гей-браков. Проблема здесь сводится к имущественным отношениям, то есть к гражданскому праву, в котором предполагается разнополый брак. Хорошо, но зачем вам государственное гражданское право? Почему только государство регистрирует браки? Почему вы не можете просто заключать контракты? Почему вы не можете заключать их вне всей этой системы? Если бы гей-активисты поддержали такое решение, то гей-браки стали бы передовым отрядом в движении в будущее свободное право. А так они передовоют ряд в расширении государства, потере свобод и всяческом порабощении. Легализация гей-браков, то есть введение их в государственное гражданское право, это просто новый поворот в войне всех против всех. Теперь консерваторы будут бороться за отмену этих браков. Вся эта публика будет снова в пределе, и все они, включая государство, при новых бюджетах. Есть бесконфликтное решение. Каждый вступает в брак, как хочет, с кем хочет, и оговаривает в контракте все условия, включая наследство и так далее. Нищий верование и нищий фанатизм не ущемляется. Но, как видим, выбирается конфликт, потому что он создает фронт работ и новые бюджеты. Идем дальше. Разумеется, предложение государства может быть сокращено через государственные институты. Конечно же, тут нужно использовать инструмент коалиции. И помнить о том, что такие решения – это всегда вопрос времени, и что бабушки обязательно вернутся. Чем именно заняться тому, кто верит в возможность действовать через государство, но при этом желает помочь достижению большей свободы? Есть три направления. Первое, самое простое – это некоторые изменения Конституции и законодательства. Я приведу здесь только два примера. В книжке вы найдете еще немного. Но общая идея – это те изменения, которые могут помочь на какое-то время сократить предложение. Первое изменение – это все законы имеют срок действия, скажем, от одного до пяти лет. Когда срок действия заканчивается, Рада должна опять получить большинство на продление этого закона. Если нет, то закон перестает действовать. Все законы, принятые до введения этой поправки, считаются принятыми на один год. Вообще говоря, деперсонифицированная должность хороша только для греческих и римских магистратов, которые избирались по жребию, не получали денег за свою работу и не осваивали бюджеты. В случае, когда чиновники и государственные агентства ворочают огромными суммами чужих денег, и от их действий зависит жизнь и благосостояние большого количества людей, деперсонифицированных решений быть не может. Решения не принимаются больше от имени учреждений. За решения в судебном порядке отвечает тот, кто его подписал. Следующее очень важное направление деятельности – декриминализация рынков, захваченных государством. Государство часто не просто стремится регулировать что-то и быть монополистом, оно также криминализирует рынок, то есть наказывает других за активность на нем. Ответственность предпринимателя должна ограничиваться контрактом, либо гражданским правом, в случае нанесения им ущерба физическим и юридическим лицам. Государство не может рассматривать предприятия как свои филиалы, устраивать там проверки, не может быть никаких экономических преступлений и прочего бреда в таком духе. Мы должны помнить, что любая добровольная деятельность законна. Здесь еще не нужно забывать о том, что декриминализация противоположна легализации. Легализация означает введение какого-то явления в законодательное поле, то есть регулирование. Например, декриминализация проституции означает, что отныне это свободный вид деятельности, который государство никак не сует свой нос. Легализация же означает, что пишется какой-нибудь специальный закон, где оговариваются права и обязанности проституток и все, что с этим связано. Важнейшей задачей является декриминализация самообороны, то есть прежде всего декриминализация рынка оружия, отмена такого понятия, как необходимые меры самообороны и привилегии милиции. Это хорошо известные и понятные требования. Каждый должен рассчитываться той валютой, которой хочет. Логическое следствие отсюда ликвидация Нацбанка. Никто не может начинать уголовное преследование, кроме пострадавшего. Говоря шире, не должно быть преступлений без пострадавшего. Во всех случаях ИСОМ должна выступать пострадавшая сторона, а не прокуратура. Прокуратура ликвидируется. Соответственно, возможности парламента своевольно криминализировать что угодно сокращаются. Понятно, что этот список можно продолжать. Я привел просто некоторые наиболее важные с моей точки зрения примеры. На части рынков деятельность не криминализирована, но она очень сильно зарегулирована. Поэтому здесь нужно говорить об открытии рынков. Здесь часто наблюдается то, что я называю эффектом ложного частника. То есть действуют предприятия по форме частные, но будучи зарегулированными, они являются фактически государственными агентами. Классический пример – это центральные банки в тех странах, где они частные. Другой пример – это конторы вроде Киевэнерго. На некоторых рынках существуют специальные регуляторы, вроде Министерства образования или здравоохранения. Все они должны быть ликвидированы. Не важно, частная школа или нет, но если программы диктует государство, то разница между этими школами будет только в качестве обучения. А речь должна идти о выборе именно программы обучения. Одним из важнейших рынков является рынок создания и регистрации прав собственности. Частные регистраторы, используя блокчейн, должны регистрировать эти права по своим правилам. Понятно, что открытие рынка частного арбитража будет происходить явочным порядком, как и в случае регистрации прав собственности, кстати. Но снятие препон здесь тоже не помешает. Ну и само собой, рынки так называемых естественных монополий тоже должны быть открыты. Перечислять можно долго, нам здесь важна общая схема. И она такова. Открывается рынок, начинается конкуренция и государство уходит. Открытие рынка не только сокращает предложение, но и спрос на государство, так как появляются альтернативы. Мы уже говорили о подушном налоге, когда говорили о сокращении спроса. Теперь поговорим немного подробнее. Сейчас дело у нас выглядит следующим образом. Политический процесс и налогообложение никак не пересекаются. Публика у нас следит за чем? За политическим цирком. И тут даже прикладывает все свои усилия. Но налоги собираются совершенно независимо от того. Вы можете что угодно вытворять в своем политическом болгане, а налоги все равно исправно капают. Интересно, что люди даже не замечают этой очевидной вещи. Деньги собираются круглый год. Просто собираются и все. А потом на ходу придумывается, куда же мы их потратим. Это абсурд. Ведь даже если верить в возможность того, что государственные проекты могут приносить пользу, все равно сначала должны быть план работ и смета, а уже потом деньги. То есть картина должна выглядеть таким образом. Сначала голосуем за объем работ и смету, а потом вы получаете свои деньги. Политическая система может выглядеть следующим образом. Партия выходит на выборы со своими проектами бюджета и с цифрами налога, поскольку налог у нас подушный. То есть вы фактически голосуете за величину налога, который будете платить. После этого партия, которая набрала относительное большинство голосов, формирует однопартийное правительство и исполняет свой бюджет. То есть в парламенте не формируется ни кабинета, ни всяких там разных коалиций, ни программ правительства, не принимается закон о бюджете. Все это заходит в парламент сразу с выборов. Парламент же занимается чисто загнодательной деятельностью. Поскольку выборы у нас раз в два года или даже лучше раз в год, то контрольные процедуры в виде выражения доверия или отставки кабинета теряют свой смысл. Для такого подушного налога нужно выполнить следующее условие. Ликвидируются все другие налоги. Юридические лица ничего не платят. Голосуют только те, кто платит. Кто получает деньги из бюджета, не голосует. Такой налог должен быть составным. То есть победившая партия заранее расписывает, какая часть налога прочитается каждому государственному агенту. Конституция содержит список всех агентов. Налог делится между участниками этого списка. Сократить список можно простым большинством, а увеличить – конституционным. И следующий шаг. Вы можете отказаться от государственной услуги. Допустим, чтобы не было так страшно, от одной услуги за одну парламентскую каденцию. Причем ваш отказ вступает в силу уже после следующих выборов, для того, чтобы его можно было учесть заранее. Таким образом, налог становится персонализированным. По каждой государственной услуге будет разное количество плательщиков налога. В итоге мы получаем механизм постепенной, мирной остановки социального паразита. Открывая рынки, мы начинаем конкуренцию на них и даем людям возможность отказаться от оплаты государственной деятельности непосредственно на этих рынках. Таким образом, мы постепенно переходим от вот этого состояния к вот такому. И в конце – к вот такому. Узаконенной агрессии больше не существует. Никто не может больше безнаказанно присваивать себе вашу собственность. Теперь буквально два слова об экономике. Есть такое довольно распространенное заблуждение по поводу того, что где-то существует некий нерегулируемый рынок. На самом деле, то, что мы называем рынок, а точнее эти институты, которые на нем возникают, и есть регулирование человеческой деятельности. Огромное количество незнакомых друг с другом людей действует согласованно, используя сигналы в виде цен. Они действуют подчиняясь объективным законам, которые лежат в основе человеческого общества. Государственное регулирование не может ничего добавить в процесс рыночного регулирования. Все известные нам институты созданы рынком, то есть являются непреднамеренными результатами взаимодействия людей. Права собственности, передачи титулов, системы предупреждения и разрешения конфликтов, язык и мораль. Все эти сложнейшие системы возникли в результате взаимодействия множества людей. Государству нечего добавить к этим порядкам, оно может только искажать и разрушать их. Простой аналог – это экосистема. Она работает благодаря возможности появления в нужный момент самоорганизующихся порядков, которые восстанавливают баланс. Люди давно уже поняли, что их вмешательство губительно для этих систем. Человеческое общество во много раз сложнее. Хотя бы потому, что общество основано на сотрудничестве, а не на взаимном поедании. Кроме того, в отличие от экосистемы, которая просто поддерживает равновесие, общество развивается. Государственное вмешательство, то есть вмешательство с помощью законной агрессии, имеет цену, и она огромна. Посчитать убытки в принципе невозможно. Предпринимаются разные попытки это сделать, но понятно, что количественных оценок тут быть не может. Скорее, качественные. Главное тут в том, что убыток от государства – это не просто объемы средств, которые оно изымает из продуктивной экономики. Хотя, конечно, эти объемы огромны. В среднем половина и больше изымается в современных странах. Главный ущерб происходит от того, что вмешательство государства разрушает формирование цепочек производства и формирование капитала. Но, тем не менее, попытки как-то по-простому оценить ущерб все равно предпринимаются. На этом слайде вы видите результаты исследований, предпринятых в Апалачском, что интересно, государственном университете. Так вот, там подсчитали, что если бы госрегулирование в США оставалось на уровне 49-го года, то ВВП США в 2011 году был бы 53,9 триллиона долларов против нынешних 15,1 триллиона долларов. Для сравнения, мировой ВВП в 2014 году был 107,5 триллиона. То есть, тут речь даже не идет об отмене налогов, и тем более не идет речь об остановке государственного паразита. Вот если бы он просто не рос, то ВВП был бы вот таким. При этом регулирование 49-го года все-таки весьма существенное. Это даже не то, что было до Великой депрессии. Грубо говоря, мы бы уже колонизировали Марс, пользовались бы бытовым термоядом, ну и, наверное, телепорты должны были бы быть где-то на подходе. Что до Украины, то если бы украинцы затрачивали хотя бы половину того времени, которое они тратят на план А, то есть на все эти новости, шустеры и фейсбуки, на все эти выборы партии, если бы они тратили это время на план Б, то мы бы уже жили без паразитов. И не мы бы просились в ЕС, а ЕС просился бы к нам. Ну, а мы бы отвечали им словами классика. На этом все. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!